Привет, дорогие друзья! С вами YouTube-канал Технолог и мы закрываем сезон Versus Street-битвы от Технолога. Мы вновь собрали сильнейшие автомобили со своего города. С нами сегодня в команде Никита. Там у нас на финише Паша. Здесь у нас наш главный монтажер-оператор Артем. И Данил где-то он тоже у нас бегает, снимает. В общем, вся команда в сборе здесь. Ну и самый главный оператор, главнее главных, и он же один из руководителей всего YouTube-канала Технолог Павел. Ну и конечно же я, Александр Грин. Все будет на нас там в описании. BMW M6 Grand Coupe против BMW M4. M на M, 6 на 4, 24. 24 на 7, все здесь. 7 на 8. 8 на 7. Так, здесь у нас с пассажиром, владелец точнее, с пилотом дополнительно сидит. Чуть-чуть, давайте поближе. Семен, ты же сток у нас? 100% сток. До 100, 3,8-3,9 едет. Вообще 4,5 сейчас будет. Сейчас было? Ясно. Ну задний привод на задний привод, все честно будет. М6. М4. Смотрим на Ангелину. Есть. Синхронный. М6. Первый раз включена. М6 получился старт, и сразу же она взяла себе преимущество. Обе машины задний привод, тяжело в этот раз будет М4 догнать и пройти. М6 ее не догоняет. М4-очка не догоняет. Ох, ох, это было жарко-жарко. Хорошо в этот раз старт получился у пилота М6. М6, корпус. Так, альтеза у нас не сток, она когда-то у нас ездила 6 секунд до сотни, была на компрессоре, но сейчас она на турбине. Давай поближе. Задний привод альтеза. Что еще помимо заднего привода есть рассказать про нее? Механика. Механика 2 литра турбо. Сколько дуешь? По передаче. Один и три. Ясно. Понятно. Все. Против М4. Готовы. Все. Первый. Второй. Поехали. И... Зарывается М4. Шарко-плотная борьба между машинами на заднем приводе выстреливает пулей. Альтеза ну догонит М4 или нет? Там на лепестках просто на М4. Здесь на палке. Работа какая истинная. Стреляя шатунами, накивая клапанами. Меха. Меха. А кто там вдалеке стоит? Он сломался, нет? Кирилл это стоит. Походу это был последний эпичный заезд для альтеза. Походу у него что-то выстрел, он сломался альтеза. Ой стой ты куда покатил. В шлеме совсем не видит. В антураже у нас пилот на М6. Черный гонщик на серо-серебристом автомобиле. Победил он BMW M4 в прошлом за ездиоби, а не задний привод. М4 против М6. Так смотрим на Ангелину. Есть отмашка и чуть-чуть. На старте это дало привычество М4 и уже будет сложно догнать М6 и М4, потому что по силам они примерно равны обе задний привод. А ты... Нет, не вытягивай мне М6. Хотя я могу ошибаться. Сидару, два корпуса. Сидару с альтезой, два корпуса. Да я понял. Сколько М4 победила? На трассу увозят. Альтезу все принял. Шлем, да, тяжелый, плюс пассажир, плюс уснул на старте. И заднее окно не закрыто. BMW у нас дизельный трехлитровый турбовый X3 с шильдиками М, но это не М, трехлитровый турбодизель на стейджике, да, Захар? Да, есть такое. Есть такое? Да, я так вот не открываю. А ориентировочно сколько у тебя лошадо? 440. 440? Ого-го-го-го-го-го-го. BMW M6 Grand Coupe против трехлитрового турбодизеля. Естественно, все характеристики в описании. И... Танни-фривод BMW закопалась в бехо, и сейчас будет очень сложно нагнать X3, потому что трехлитровый турбодизель педалит как надо. Отстрелы замечательные, но поможет ли, нет, я вижу, что уже X3 ушел в несколько корпусов. BMW X3 победил полкорпуса, то есть если бы не зарыл SM6, он бы победил. Прям очень плотная, жаркая борьба, близко, это было близко. Пашка, финиш, спрашивает на бехе, чек горит? Нет, я пошел, проверю. Написано. Нет, Паш, чек не горит, не горит чек. Так, что за реклама того, чего нам не платят? Да, неправильно. Да, неправильно BMW. Может просто чек перегорел лампочкой и все. Подкатывает X3, трехлитровый турбодизель на стейдже. Юрка, дашь отмашку? Да, да. Две серенькие, одна матовая, другая глянцевая. BMW, M6 против H3. Стейдж, X3 против, ааа, уснул! Уснул! Подогнать, подогнать нужно M6 и проспал старты. Это будет однозначная победа X3 в этом заезде, как говорил Доминик Торетто. Победа есть победа. ХЗ, три-четыре корпуса. Дорогие друзья, добро пожаловать на арену. И сегодня у нас на арене дикие битвы, битвы монстров этого города. Когда уже приходит зима и весь город засыпает, просыпаются они. Дикие, зверские автомобили. И следующий у нас заезд. Turbo Chaser, Turbo Vowa. Вова, давай быстро какие-нибудь характеристики, что-нибудь скажи. Стоп, братан. Но я хочу заметить, что этот автомобиль на официальном чемпионате занимал второе место. Насколько я знаю, он точно выходит квотер из 11. Это будет очень интересно, кто же будет из них быстрее. Японец или немец? Все, уже разбивается Turbo. Поехали! Ну, давай, 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 давай. Тихо стреляет! Тихо просто стреляет в Turbo Chai. Забуксовала BMW. Улетел просто вдаль Turbo Chaser. Это было очень жестко. А что это было вообще? Финиш, не понял, что это было. Это была Toyota, братан. Turbo Toyota мы уже знаем. Неоднократный победитель. А здесь у нас... Смотри, чтобы комментарии были хорошими. Хорошими? Давай, Тём. Так, этот у нас человек в прошлый раз на 5.0D дрюкал 63-й. 50D. М50D. Да, да, да. Двоих ты же тоже тогда сказал? Ну ничего, сегодня он у нас на двухколесном братце. Давай, аккуратненько. Дает отмашку у нас Юра, чтобы дать возможность раздуться. Toyota. Я стою подальше. Это сейчас будет прикольно. Всё, есть! Отлично, хорошо, пошёл. Догони двухколёсные. Нет четыре колеса. Вечное противостояние. Сбросил, газ сдувает. Боковой ветер, мотоцикл тяжело будет догнать. Очень тяжело удержать два колеса. При таком боковом ветре метров 5-6 секунды, может быть, 7, наверное. Ну, 5-7 метров в секунду боковой ветер. У меня точно же помер, блин. Они вообще вместе стартовали? Да, да, да. Боковой ветер сильно мотоциклу помешал. Тяжело было удержать его. Так, а это у нас Chaser. Куда я пошёл? Куда я пошёл? Про характеристики нужно сразу узнать. 1GZ-GT-E. 1GZ-GT-E. Ну, не столько. На валах. На валах? А сколько? О, картометр, смотри! На человека, который делает эти приборы, мы дадим ссылку в описании. Отличный приборчик. Сколько примерно лошадей? По жопомеру. Все, все 500 крючек? Ну, сейчас интересно будет. А кто соперник у тебя выезжает? Вон, который крутится. Который крутится? Ох! На валах 1GZ-GT-E. Тойота. Против неё М6 сток. Давай поближе. Так, задний привод на задний привод. Поехали! Ну! Не дораздулся у нас Chaser. А вот сейчас начинает педалить. За счёт этого, естественно, взял себе преимущество, примерно, на корпус BMW M6. И... После небольшого дополнительного раздутия начинает нагонять Toyota. Тут уже такая борьба... BMW 2. Я думал, догнал. Догнал, не ожидал. Я думал, что... Смог Toyota раздуться и пройти на середнюю дистанцию. Нет, нифига, не прошёл. Бэха, задний привод. После серединки ещё дальше начинает педалить. Не ожидал я от М6 таких хороших показателей. Приветствую, Александр. Ты с ним можешь заезжать? Да. Так, следующий заезд. Toyota Chaser в сотом кузове. Сюда, 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 ближе, ближе. Против BMW M6. Grand Coupe. Готовы? Поехали! И что-то не получилось. Получилось. Нужно было дать возможность ему раздуться. И, конечно же, М6 уходит. И я думаю, что победит в этом заезде. Жёстко кричит Chaser. На мешалочке, конечно, непросто стартовать. Нужно было дать возможность раздуться этому автомобилю. Но победа за М6. Есть. Так, наш заезд. 100-ый Chaser против М4. И японцы снова против немцев. Всё, всё чисто. Всё, можно запускать М4. Чейзер. Чейзер. И поехали. Есть. О, вот. О, так не вылезло. Что-то не получилось. На М4. Да, переключение. Жёсткий. И в этот раз вот чайник отлетает вперёд от М4. От BMW. Я так полагаю, конечно, BMW уже не догонит в этом заезде. Слабенький заезд. Старты у них получились. Победа Chaser в этом заезде много. Ну, поймите, что умение управлять своим автомобилем – это непросто. Особенно, когда речь идёт о 500-600 лошадиных сил, и ты едешь на механике, либо ты едешь на лепестках. Не всё так просто. Поэтому не судите сурово людей, которые не всегда могут правильно стартовать. Второй заезд – М4 против сотого чайника. Всё, все готовы. И раздувают машину чайникой. Этот раз заезд получился. У М4 уже получается. А у Тойоты не получается. Зарылся, не смог воткнуть передачу, к сожалению. Ну да, здесь нужно уметь. Ремень, говорит, слетел. Да, ремень слетел. Вон, вон, вон. Всё, всё, всё. Итак, следующий дикий заезд. Турбо-чейзер в сотом кузове против турбо-чейзера в девяностом кузове. Два дикаря раздувающихся. Сегодняшних два сегодня монстра у нас. Давай-давай. Всё, раздуваются. И… Есть! Дарьки пули. Дарьки пули. И… Все, ты начинает вырывать себе преимущество. И отлетает вперёд далеко. Что-то на тормозах, по-моему, было. Что-то пошло не так. Не доехал до финиша и оттормаживаться начал. Срезало, думаешь? Фук! Вот это была напряжённая битва. Ор просто был дикий. Дикий. Ну что? Пайп взорвал. Сейчас если обратно поедет, то нормально. Логично. Если обратно доедет, то нормально. Да, наверное, не делают надёжные машины. Что не правильно? Говорит, ненадёжные машины. Они же специально подготовленные автомобили. Так, следующий заезд. Это попытка номер два, которая не увенчалась у нас успехом. Потому что Пайп слетел на сотом чейзере против него едет 90-й. Чейзер. Чайзер. Простите меня, если я для вас говорю неправильно. Раздуваются оба чайника. Самовары кричат и есть отмашка. Поднимается передняя часть на каждой из машин к небу. В борьбе за победу в этом заезде. Должна победить Тойота. И победит Тойота. Ну в этот раз заезд удался. Точно. А вот кто победил, это уже вопрос 90-к либо сотка. Принял, принял. И Вова побеждает на сотом чайнике в этом заезде. Поаплодируем. Это сегодняшний самый быстрый пилот. Ну а на этом все, дорогие друзья. С вами была версия стритбит. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. На всю команду будет ссылка в инстаграм в описании. Бывают иногда проблемы и поломки. Мы будем стараться для вас сделать ее еще круче и еще лучше. Всего доброго. Удачи. И пока. Дед, ну вы видели, как я сейчас натянул? Видели, видели? Видели, видели.